Это очень личная программа о принципах и правилах жизни. Моя сегодняшняя собеседница Ирина Григорьевна Краснопольская, единственный журналист, герой труда России. Дорогая Ирина Григорьевна, когда вам дали звание героя труда, я, не будучи знаком с вами, испытал радость, потому что журналистов очень редко награждают. Журналисты пишут о героях, но сами героями становится крайне редко. А вы-то сами думаете, за что вам дали это звание высокое? Я считаю, что есть масса журналистов гораздо умнее, талантливее, лучше работающие. Мне трудно об этом судить. Когда, кстати, объявили, вот это был у меня юбилей, и собрались в редакции, там полный зал, пришли мои любимые медики в основном, поскольку я занимаюсь медициной. И когда зачитали телеграмму, я совершенно не к месту сказала, что если бы я знала, я бы наделала другое платье. Вы же понимаете, я решила, что этого не может быть. Потому что я до сих пор считаю, что это награда не мне, а вот нашему коллективу. Потому что, ну вот, не подумайте, что это не реклама, я надеюсь. Но я считаю, что мне на старости лет, в последние, сколько лет, я не помню, сколько я там работаю, в российской газете, что мне просто повезло очень прийти именно вот в эту газету, которая, ну, которая достойная. Понимаете, могут быть претензии там, ну, всякое бывает. Но это достойная газета, в которой не стыдно работать. Знаете, у меня есть ответ на этот вопрос. Потому что вы занимаетесь важнейшей темой для людей, медициной, здоровьем. Вообще, вообще журналисты, которые занимаются этой темой, они широко известны читателям, как правило. А вы занимаетесь этим замечательно. Даже я был поражен, когда, прочитав вашу книгу, интервью с медиками, я потом узнал, что вы не медик по образованию. Вы как-то сами дообразовывались в медицине, или это так чисто технически пришло? Вы понимаете, в чем дело? Я с детства, с детства, ну, со школьного детства, мечтала быть журналистом. Недалеко от нас жил такой Борис Андреевич Палкин. Я помню даже, как его зовут. У него был тяжелейший туберкулез. Его не взяли на фронт. Он даже не мог работать, он был инвалид. Хотя был молодой, интересный человек. Жил с мамой. Ему некуда было детства. И он приходил к нам домой. Он заходил и говорил, ну, вы читали последнюю речь Рузвельта? А вы знаете, что сказал Черчилль? А вот вы слышали, что произошло? А вот это стихотворение Симонова вы видели? Я с трудом еще только начинала читать. Но я поняла, что надо читать газеты. И я с утра до ночи, чтобы, когда придет Борис, я должна отвечать. И мне казалось, что лучшей специальности вообще нет. Телефект, кто делает газеты. Да, да, ну что вы. Обо всем. Я помню, как читали. Я помню, как читали стихотворение Симонова «Жди меня». И у нас потом была там фотография. Я помню, как читали Жукова. То есть, ну, как же. Я уже не говорю об Оренбурге. Но Оренбург это вообще... Все статьи надо было читать. А когда я заканчивала школу, и, в общем, было ясно, что я пойду на журналистику, но это был тот самый год, когда у меня вообще даже речи не могло быть о том, чтобы поступить на факультет журналистики. А тогда как раз открыли факультет журналистики в МГУ. Мы с отцом приехали в Москву. Меня предупредили, что бесполезно. Но я пошла. Ну, и счастье, что у меня не приняли документы даже. И с горя я пошла, между прочим, в мединститут. Потому что в доме у нас всегда были медики. Мама была врачом, она закончила Казанский университет. А отец у меня, к сожалению, был, первая запись у него в трудовой книжке, мальчик в аптеке. Ему было 7 лет, была большая семья. Он был старший сын, отец умер, он работал мальчиком в аптеке. У него не было никакого образования. Но дружил он почему-то с медиками. Но вы медиком не стали. Да, подождите, я же пошла в мединститут. Потому что когда меня не приняли, ну и куда? И я решила, что мама будет счастлива, и все медики. Но я пошла. Я сдала экзамены во второй мединститут в Москве. И получила одну четверку. Все экзамены на пись. Я была хорошо подготовлена. А за сочинение мне поставили 4. Потому что оно было небрежно оформлено. Я помню, я звоню домой маме, говорю, мама, я студентка мединститута. На что мама говорит, ну как хочешь. Сестра, медик, мама, и все. Я думала, что это радость. Она говорит, как хочешь. Я немножко поучилась в Москве. Ну и понимаете, я очень... Вот я считаю, что все зависит от семьи. Потому что как-то у нас был дом. Не хотелось из дома уходить. Я вернулась в Горький. И перевелась из Московского института в Нижегородский. И проучилась семестр. И мне говорили, что я там что-то вижу в микроскопе. По-моему, я ничего не видела, кроме своих ресниц. Но я что-то говорила. И кончилось с тем, что потом я перестала ходить на занятия. Мама как-то говорит, ты что, не ходишь на занятия? Я говорю, нет, ну как хочешь. Когда же вы написали первую заметку? О, это, в общем, по семейным обстоятельствам я переехала. Отца перевели на работу в Московскую область. Я, значит, переехала к нему. И решила, надо работать. И я взяла газету и стала смотреть. Мы жили в Болшеве. Не было ни жилья, ни прописки, ничего. И я, значит, посмотрела, какая газета ближе всего к Ярославскому вокзалу, чтобы на электричке ездить. И я увидела, что ближе всего чистые пруды. Московская правда, вечерняя Москва, московский комсомолец, ленинское знамя. Я туда пошла. Я такая иду по коридору. А навстречу шел Виталий Мальков. Он тогда был ответственным писарем. Потом он был замредактором Октября. Он просто увидел какая-то вот... Он говорит, деточка, а что вы здесь делаете? Деточка нагло сказала, я хочу здесь работать. Он говорит, кем? Я говорю, как кем? Корреспондентом. Вот это момент, когда вы пришли в журналистику. А сегодня, кто бы о вас не говорил, все вспоминают, что вы создали некий клуб для медиков, вашу кухню. Расскажите о вашей кухне. Что это такое за феномен? Ну, я вам скажу. У меня нет кабинета. Так. Да, понимаете, квартира двухкомнатная, немаленькая. Но кабинета нет, а кухня 10 или 12, может быть, метров. Понимаете, вот я говорю, что я на кухне не хозяйка. Но и все командуют. И там они... Там, например, вот... Ну, Готье. Ну, вот его красный фартук висит у меня за дверью в ванной. Надо сказать нашим зрителям, что Сергей Владимирович Готье это сегодня главный трансплантолог нашей страны, руководитель Центра трансплантологии. Да, академик. Ну, он фантастический человек, потому что это все знают вот так вот, но никто не знает, как он поет, как он танцует. То есть у него есть фартук на вашей кухне? Да, у него есть... Он моет посуду. Вот мы там поели, он говорит, ну ладно, теперь идите. А посуду моет он. Когда там академики собираются? Ну, академики они собираются по каким-то дням. Вот завтра ко мне, например, придет Морозов такой. Это главный детский врач России. Меня с ним только что познакомили. Он придет к вам на кухню? На кухню. На кухню. Знаете, один был случай смешной. Был такой Олег Рудковский. Его знали, как главный врача Первой Градской. Он был очень умный, очень образованный. Ну, в общем, какое-то время он был министром. Вот я не помню, Ресфер или Советского Союза. Но мы с ним были знакомы. Он пришел на кухню. Приходит, а у него была манера, он не сидел, он ходил все время. Высокий такой. Он пришел. Ну, говори, ты подготовила вопросы? Я говорю, какие вопросы? Ну, как тебе все-таки министр пришел? На что я сказала? Я говорю, Олег, вы не первый, не последний министр на этой кухне. Садитесь, будем работать. А как вы, кстати, относитесь к семейственности медицинской? Очень много семей медицинской. Я очень хорошо к этому отношусь, я вам честно скажу. И я не понимаю, когда вот было, ну, такой был. Ну, понимаете как, это всегда, когда вот медиков понимают, что без медиков нельзя. Вот иногда приводят слова Рокоссовского, что он говорил, что в войне победили медики, которые вытаскивали с поля боя, восстанавливали все. А мы к медикам относимся немножко, как вам сказать, потребительски, что ли. Вот, вы знаете, он мне назначил там вот на 20-е число. И что? Ваша какая-то... Ну, все-таки, а почему я должна ждать? Парикмахеры будут ждать, портного будут ждать, а медик вот вынь-то положь, понимаете? Как в сфере обслуживания. Да, а потому что мы сказали, вот это я все время с этим борюсь, можно сказать. Должна быть медицинская помощь, а не медицинская услуга. Услуга-то совсем другое. В редакции говорят, что вы выпустили полторы тысячи полос медицины. Да, да. Это вообще такая рубрика «Долгожитель» – это тоже своеобразный рекорд. В чем рецепт ваших этих полос? Почему они живут так долго? Ну, вот, между прочим, вот сегодня только что я звонила, чтобы сказать, что полосу я вычитала. Полоса выходит по пятницам. И, значит, сегодня утром, прежде чем ехать к вам, я, значит, от... Но вчера я позвонила в редакцию и сказала, что вот меня утром не будет. Может быть, можно сейчас все выставить, чтобы я могла посмотреть. Да. Ну, я считаю, что я зануда, потому что вот я буду смотреть, что... Ну, так вот принято. И завтра у меня, значит, центровик называется «Смертельный квартет». Центровик – это надо объяснить нашим зрителям, что это главный материал полосы. Да, это главный материал полосы. И беседа на сей раз с Валерием Ивановичем Вечерко. Сейчас уже все его тоже знают. Главный врач 15-й больницы. И вот завтра придет, скажем, Морозов, мы будем говорить о детстве. Мне кажется, самое интересное, во-первых, это всех касается. Когда вы говорите о каком-то враче, что он великий. Да. Вы можете сказать, что в Москве, в России есть... Понятно, что есть хорошие врачи, есть достойные врачи, есть квалифицированные врачи. Что есть великие врачи. Безусловно. Ну, тот же, вот скажем, весь мир пересаживает органы, да? Вы хотите сказать о Демихове? Нет, ну вы понимаете, что кто это начинал? Это начинал Демихов. У меня дома есть фотография, вот она стоит на пианино. Когда Демихов уже старый. И, значит, он сидит, его жена Лиля, сзади дочка его Ольга, которая профессор-пульмонолог, и я, да? И когда вот кто-то ко мне приходит, который еще не знает, я их подвожу к этой фотографии, говорю, это кто? Они говорят, ну это Демихов. И когда, если кто-то скажет, что они не знают, что это Демихов, ну это вот, я даже не могу себе представить. Ну, когда надо... Опять мы должны сказать зрителям, что Демихов это отец мировой транспантологии. Нет, так если первую собаку с пересаженной головой, у меня, то есть, заметку напечатали, а фотографию не поставили. Потому что сказали, что я сумасшедший, и в партийной газете собака с двумя головами, это вообще ужас. И меня спас... В партийной газете не могла быть собака с двумя головами. Нет, собака с двумя головами. Причем, я вам скажу честно, когда я в этом сарае на территории Склиффа увидела вот эту собаку... Там была его лаборатория. Да. Кстати, между прочим, вот академик Хубутия, Анзор, он когда пришел директором института, он на этом сарае за свои деньги в Склиффе, да, он сделал табличку, что здесь начинал работу великий Демиков. И, кстати, Сережа Готье, он в институте трансплантологии, институт носит имя Шумакова. Шумаков это же тоже фигура. Это Шумаков, Валерий, ну что вы. Это предшественник Готье в этом институте. Да, да. И он там поставил памятник Демихову. Правда, у меня еще были претензии, потому что памятник Демихову поставлен не на улице, а в помещении. Я сказал, Сергей Владимирович, надо было, чтобы все видели. Он говорит, ну вот, ну хоть поставили. И может быть, кто-то не знает, что когда решили пересадить в Кейптауне первое сердце, то он же приезжал к Демихову. Бернар. Дело в том, что он не врач, а биолог. То, что он великий, это уже никого не интересовало. Его выгнали отовсюду. Ну, времена не выбирают, в них живут и умирают. Понимаете, как? Так что это все было. И если он в этом выстоял, и когда через много-много лет, я вот об этом... И, кстати, вот когда мы ездили за границу, вот приезжают, там сидят кого-кто знает. Я всегда спрашиваю, кого из российских врачей вы знаете? И когда мне первый раз сказали «Демиховы», я не поняла, о ком идет речь. Потом я поняла, что о Демихове. И, кстати, они читали какую-то мою статью. И вот они... Но, когда он был старый, я у него была, я написала статью о нем. Мне позвонил Ренат Акчурин. Ну, Ренат Акчурин, если кто не знает, это тот, кто оперировал. Его все знают. Да, оперировал. Ну, Ренат – это чудо. Он умнейший, добрейший. Оперировал Бориса Николаевича Ельцина. Да, да, ну то да. Он мне позвонил, он говорит, Ира, ты что, знаешь Демихова? Я говорю, да. Он говорит, у меня большая просьба. Это как раз было, когда он был все время на экране, Ренат. Отвези меня к нему. Он заехал за мной в редакцию, сам за рулем. И мы поехали к Демихову, который жил на жуткой какой-то окраине Москвы, в жутком доме. И когда мы к нему пришли, без лифта, Ренат встал, он принес с собой брошюрку Демихова о пересадке органов. Тот и первая, единственная брошюрка. И она всегда вся в таких красных подчеркиваниях. Подчеркивает. Когда Ренат ее зачитал, Ренат встал на колени перед ним и сказал, когда я куда-то приезжаю и говорю, что вот у меня вот это есть. Они говорят, ну тогда ты на коне. Понимаете? И когда вот сейчас говорят, ну вот, ой, надо поехать туда-сюда. У нас все делают. У нас делают уникальные операции. А мне ваши коллеги, когда говорят о ваших подвигах, без кавычек, первым делом говорят о том, что благодаря вашим статьям Министерство здравоохранения приняло некое решение, которое отменило запрет на обезболивающее средство для онкобольных. Онкобольных, что это был колоссальный прорыв, это коснулось тысячи тысяч людей. Да, да. Ну потому что, понимаете как, боль всегда плохо. Конечно. А когда боль онкологическая, ну только с ней сравнится, может, зубная еще боль. Вот я помню, как уходила мама. Я и моя сестра, когда маме становилось плохо, мы ее кололи. И когда она умерла, у нас остались эти ампулы, мы их отнесли обратно в больницу. Понимаете, потому что, а как? И как можно понимать... То есть это был собственный опыт еще? Ну, это не только мой опыт, это опыт очень многих, понимаете. Смотреть на это, это ужас. Да. И потом, вообще не надо, чтобы человек мучился. А что такое Всероссийская Лига? Ну, Лига Здоровья Наций, это Лига. Это Лига Лео Бакерия. Угу. И я считаю, что эта Лига очень много сделала. Понимаете, просто... Ну, Лео... Ну, наверное, о Бакерии, в общем, это все знают, кто это. Да. Он тот... Что, можно сказать, что Лео не великий? Великий. Конечно, великий. Он здесь был, мы с ним беседовали. А, ну, да. Лео... А вы видели, как он танцует? Нет. Ну, цыганочку с выхода. Не пришлось, не пришло в голову попросить его танцевать. Ну, с выводом, вы не представляете, под музыку очень хорошо танцует. И человек образованный. У него еще очаровательная жена Ольга, которая очень вкусно и печет эклеры с заварным кремом. Как много мы о нем узнали. Танцует, любит эклеры. Ну, на всякий случай, он еще и хирург. И он создал когда-то вот эту Лигу здоровья нации. У меня даже какой-то знак есть этой лиги. И там разные были вещи. Но дело в том, что мы раз в году собирали лучших врачей Москвы. Педиатров в основном. Последнее время с нами еще ездили гинекологи. И мы плыли по каким-то рекам разным. По Волге, по Оке, по Неве, на Дальнем Востоке. И потом у нас была поездка уже на корабле на юг. Туда тоже, в Крым. И вот эти врачи... То есть заранее известно... Но мы, правда, в редакции. Мы собирали перед этим такой форум. Приезжали разные люди из разных регионов. И мы говорили, что вот тогда-то мы будем там-то. Это все известно. Кстати, очень хорошо встречали этот пароход. Это целая такая церемония. И вы не представляете, какое количество детей с родителями приходило на консультации. И врачи Бакулевского центра, и не только Бакулевского, но и Кулаковского, они смотрели детей и давали, понимаете, рекомендации, консультации в самый высокий уровень. И есть цифры, сколько детей там посмотрели, спасли, все. Это вот эта лига. Понимаете, я иногда боюсь сказать, вот фонд, там вот это... Бывают такие фонды, которые вот там собирают деньги, и дальше все. Здесь вот эта лига, которая реально помогала вот там... Давайте к ковиду подойдем. Вот был ковид. Врачей встречали медиков аплодисментами. Они были героями. Что произошло? Закончился ковид, и медики перестали быть героями. О них стали меньше говорить, меньше писать. Это нормально? Я считаю, что, наверное, не надо, может быть, столько писать о ковиде. Потому что эпидемии были, есть, и они будут. Вот, как говорит великий Витя Малеев, академик-вирусолог, он говорит, мы всегда жили с инфекциями, от них никуда не деться. Понимаете, каждый год мы как-то забываем, сколько умирает там от других заболеваний, а тут был ковид. И другое дело, что, понимаете, мы, вот когда был ковид, мы во многом расплачивались за так называемую оптимизацию здравоохранения, когда позакрывали массу больниц. Их сливали, их переводили. Я даже, вот когда я еду на работу, на машине, там вот такой вот есть поворот с Ленинградки, там была детская инфекционная больница. И на моих глазах, вот вы ездили, а я видела, как ее разбирают и убирают. Зачем? Понимаете, инфекционные должны быть всегда, потому что мы не защищены от инфекции. Сегодня одна, сегодня ковид, завтра неизвестно, что будет. И сейчас вот мы говорим, что там новые вирусы появляются. Да, появляются. Это вот идет развитие, тут никуда не деться. И надо быть к этому готовым. Вот тот же Вечерка, вот Валерий, который, кстати, вот за ковид тогда отметили Дениса Парасенко, да? Марьяну. Марьяну, да, да. Понимаете? А Вечерка получил какую-то там, ну какую-то тоже премию, да? Понимаете, вот он рассказывал, я это опубликовала, что, например, говорили, вот в Израиле встретили, и у них, потому что они всегда готовятся к войне. Что значит готовиться к войне? Надо быть ко всему готовым, потому что человек это всегда непредсказуемо и неизвестно, что он завтра, чем он заболеет. У них в больницах, оказывается, есть эти этажи, подвальные этажи, в которых все готово к открытию сационара, госпиталя. А когда ничего нет, там стоят машины. Но когда начинается что-то, машина убирается, и тут же все есть. А у нас получилось, что мы закрыли многие инфекционные больницы. И когда что-то началось, мы начали срочно перестраиваться. Это было очень непросто. И надо отдать должное медикам, как они это выдержали. Понимаете, тут мы вспомнили, ах, как хорошо. Вот даже, понимаете, все говорят, ой, это скорая, вот я ее ждала 15 минут. Вот вы поезжаете по Москве, посмотрим, как вы будете ехать. И когда едет скорая, ей не всегда уступают дорогу. Но надо быть плавуновым, который во главе этой скорой столько лет, и вот все это уметь как-то сделать, чтобы скорая приехала тут же. Причем приезжает скорая, и она умеет все. А как ваши собеседники объясняют, что во время ковида уменьшилось, очевидно, уменьшилось количество инфарктов, например? От страха. Причем у меня такой, например, статистики нет. У меня есть другая статистика, что во время ковида, сколько умирало от других заболеваний, ковид вообще отдыхает. Все списывали на ковид. У меня был ковид. Один раз даже я была в больнице, по-моему, почти неделю. У меня все волосы вылезли от ковида. Что теперь делать? Приходила когда вот чудная совершенно Анна Юрьевна Попова. Вообще я не знаю, как она выдержала всю эту эпопею. Ты главный санитарный врач страны. Да, главный санитарный врач страны. Очаровательный, элегантный, со вкусом. Все как надо. Она мне даже принесла какой-то шампунь, чтобы остаться не совсем лысый. Хотя там я не говорю, что он помог, не помог, но все равно. Мы друг о друга позаботились. Но как она выдержала вот всю эту эпопею. Причем, понимаете, можно по-разному относиться. К Конищенко. К бывшему главному санитарному. Да, но при всем его непростом характере, он эту службу создал. Понимаете, и можно сколько угодно жаловаться, что мы такие, не такие. Но посмотрите, мы же справились. И справились вполне достойно. И вот, понимаете, вот мне звонят, говорят, вот ты знаешь, там вот рак груди. Может нам ехать в Израиль? Зачем? Зачем, когда у нас есть тот же онкоцентр? У нас есть 62-я больница. 62-я онкология. Это уникальное учреждение. Там морфологическая лаборатория на самом высоком международном уровне. И потом, вы понимаете, вот сейчас как-то это меньше, но когда собираются конгрессы, все же приезжают. Даже вот, ну вы знаете, кто такая Лейла Адамян, да? Я всегда говорю, Лейла, если она положит трупы на живот женщине, та забеременеет. Потому что, ну, это Лейла. Но в последнее время как-то к медикам увеличился интерес правоохранительных органов. Насколько это вы в курсе медицинской жизни? Насколько это мотивировано? Насколько, как это воспринимается медицинским сообществом? Ну вот, я могу рассказать об этом суде. Я считаю, что дело не закончено, когда судили двух калининградских врачей. Элина Сушкевич и Белая, как ее фамилия точно. Это их начали дело 4 года назад. Их обвинили в том, что по их вине умер ребенок, который родился на 20 или 22 неделе, недоношенный весом 500, по-моему, граммов. То есть по всем параметрам не желез, из всех жизненных органов у него работало только сердце, все остальное не работало. И ребенка в калининградской больнице спасти не могли, он погиб. Тогда был суд 4 года назад, и суд их оправдал. Но кого-то это не устроило. И вот последние суды были буквально вот в конце этого лета. И я на этих судах была. Это было... И вы писали, по-моему. Я писала об этом. Причем, как-то, понимаете, вот был когда-то суд, обвинили врачей 20-й больницы Москвы, что они взяли орган для пересадки у живого человека. Ну, это было вот сколько лет назад. У нас же закон разрешает от родственников, по-моему, брать. От родственников не все. Можно почку, и можно фрагмент печени. Потому что печень можно брать фрагмент, она восстанавливается. Там есть всякие правила. Но такого вообще быть не может. Но я никогда не забуду, как их обвиняли. И сколько времени это шло и длилось. По-моему, года 2. Пока, наконец, их оправдали. И был момент, когда был какой-то актив. Мы туда пришли, а в стороне одиноко сидел академик Шумаков Валерий. Да. Который вот директор... Великий трансплантолог. Великий трансплантолог. Именем теперь его назван институт. И к нему никто не подходил. Я вошла, я к нему подхожу. Я говорю, Валерий, ну неужели нельзя стукнуть кулаком? После того, чтобы это прекратилось. На что он великий такой, и он крупный был. Он говорит, стучал много раз. Меня не слышат. Вы понимаете, вот это какое-то... Более того, я другой случай приведу. Вот я не буду говорить об этих врачах из Калининграда. А я вот скажу. Был еще... Но факт тот, что вы их защищали в газете, я насколько знаю. Что? Вот это... Врачей из Калининграда. Да, врачей из Калининграда. Перед судом. Просто я не знала, что они... Просто вот, ну не знала уже. Я думала, их оправдали правы. Оказывается, мне позвонил академик Володин. И говорит, ты знаешь, что вот их теперь опять хотят посадить, и черти что. И у меня на кухне, извините, был экспертный совет. Экспертный совет попросил собрать Леонид Рошаль. Он позвонил и говорит, Ирка, вот я тебе скажу, кого туда можно пригласить, вот эксперты. И пришел Володин. И пришли еще два профессора, которые известны всему миру. И они подготовились к этому совету. Они принесли литературу зарубежную, где вот говорится вот о таких ситуациях, что это вообще, ну, обычная ситуация, когда нельзя спасти. И у меня преамбула была к статье, что естественную смерть пытаются выдать за криминальную. Где граница между риском медицинским и нарушением закона? Она ясно прочерчена? Или именно здесь, это та серая зона, где начинаются проблемы? Понимаете, это очень трудно сказать, потому что ведь есть еще такое, знаете, эфтаназия. Слышали, наверное, эфтаназия. Одни считают, что надо ее применять, другие считают, что не надо. Я, например, считаю, что надо. Потому что, когда я видела, как погибала моя мама, и мы вдвоем, мы ничего не могли сделать. У нее был тяжелейший рак, уже все было сделано. И возраст уже был такой. И я помню, мама утром мне говорит, когда она в тюреме была на обезболивающих, в больнице ее бы просто не взяли, потому что ничего нельзя сделать. И мама утром мне говорит, знаешь, иди привези мне консилиум. Я больше не могу так мучиться. Или туда, или сюда. И я поехала, я была за рулем, я поехала за врачами в Балашитинскую больницу, где там работал когда-то мой отец, онкологическая больница. И я привезла консилиум. Когда мы приехали, мама была уже без сознания. То есть, ну, лежал труп просто. И они сели выписывать лекарства, какие там можно давать. Я их потом отвезла, возвращаясь. У меня сестра моя, она говорит, мне идти в аптеку или нет? Вот я вам признаюсь, сказала, нет. То есть, у мамы лежит труп просто. Вот в ногах стоит моя сестра. А я сижу, держу маму за руку, а у мамы всегда были теплые, сухие руки. Вот знаете, красивые, вот такие вот. Вот я ее держу за руку, и вдруг я чувствую, что рука стала холодная и влажная. Я сказала себе, вот все. А врачи выписывали вот лекарства. Зачем? Вот медицина вся на этих этических таких границах, этических проблемах. Понимаете, потому что на них еще и давят. Давят, потому что без конца проверяют. Ведь мы, понимаете, мы не доверяем почему-то врачам. А врач, он в конце концов, он тоже иногда может ошибиться. Понимаете? Но когда говорят, что врач умысленно там что-то сделал, вот я не могу в это поверить. Вот какие бы они ни были, и все. Может быть, он плохой врач. Может, он не разбирается. Но специально вредить... Не будет. Ирина Григорьевна, вот вы с ними дружите, знакомы, со многими поддерживаете отношения. А какие увлечения у врачей? А я вам скажу, да. Во-первых, они очень начитанные. Они читают. Причем они не любят сайт. Когда вот я там, у меня каждую пятницу выходит полоса, да? Не любят книгу. Я, значит, звоню, я говорю, вот завтра там... Я говорю, а сейчас на сайте можете... Да при чем здесь сайт? Когда газета завтра? И я звоню секретарю и говорю, что завтра 10 газет в конверте у входа лежит. И там вот завтра будет лежать там доктор медицинских наук Вечерки от Краснопольской. Он хочет, чтобы была газета. И это не только он, а любой. Вот Гасье, Андрей, Коновалов. Ну, сайт это сайт, а вот надо, чтобы это было в газете. Как я там выгляжу, это их интересует, да. А Лейла, она же будет еще смотреть, какой портрет. Мы с вами дети бумажной прессы. Да. Елена, заканчивая разговор, хотел спросить вас, какие у вас правила жизни? Ну, главное правило, это, я говорю, есть Солженицын, который написал, не участвуй во зле. И я вам даже скажу, это давно было, когда я первый раз у него вычитала. Но раньше ведь, знаете, как бывало, вот там кого-то начинают обвинять, и надо это как-то отразить в газете, вот пусть он выскажется. Все знали, что ко мне обращаться с этим бесполезно, потому что я не буду этого делать. Ну, не знаю, почему, может быть, понимаете, когда вот там говорят, откуда чего, я... Даже в те годы, когда это было опасно отказаться. Да, да. Нет, а просто как-то, ну, вот так вот было. Ко мне... То есть, ну, меня, правда, потом выгнали. Меня выгнали из московской правды, меня исключили из партии. Правда, я не была на заседании, когда меня исключили, потому что я уже работала в другом месте. А меня выгнали, да. За что? Вот это вот... Понимаете как? Я была в командировке. Не хотели участвовать во зле? Ну, вот я даже не помню фамилию редактора, остальные помню, не называю, они там есть. Но дело в том, что я была в командировке, я приезжаю, и муж и племянник меня встречают в аэропорту, мы едем мимо московской правды, а все время газеты подходили с какими-то там лозунгами. И я, значит, мы едем, я говорю, ну, газета наша цела? Ну, цела. И ничего мне не сказали. Утром, значит, когда там ушел на работу, Витька подходит ко мне, говорит, знаешь, мы тебе вчера не хотели говорить, но тебя уволили. Я говорю, как уволили? Ну, так там висит объявление, что твою должность сократили. Понимаете? Да, ну вот тут я как-то не ожидала. Причем перед этим многие стали уходить из московской. Правда, она взяла какую-то такую линию. Многие уходили. В том числе ушел Марат Абдулаев, который сейчас работает замредактор парламентской газеты. И он пришел к нам студентом, но как-то вот со мной мы дружили и ходили вместе домой пешком, хотя у обоих были машины. И он мне все время говорил, уходите из этой газеты, тут вот такая вот линия, это нехорошо, идите там к нам. Это было приложение к известиям. А я говорю, ну, я всю жизнь работаю в одной газете. Я уже пенсионерка, и там я ветеран труда. Я говорю, куда я пойду? Ты что, с ума сошел? Ну, тогда вот я перестану вас уважать, сказал как-то мне Марат. А тут утром, когда мне племянник, значит, Витя сообщил, что вот меня уволили, я рассмеялась. Он говорит, что ты смеешься? Звонит мужу, он говорит, ты сказал, он сказал, и что? Она смеется, она смеется, куда она денется. Но мне позвонила, вот, может быть, вы слышали, была такая тезина Любовь Петровна. Конечно. Ну, мы очень дружили. Она позвонила мне... Руководила... Просвещением. Просвещением Москвы, да. Да. Она мне сказала, Ир, только не расстраивайся. Я создам у себя пресс-службу, и ты пойдешь ко мне работать. Позвонил полторанин, который, значит, он говорит, Ирина, не расстраивайтесь, работа будет. Потом мне позвонили из редакции, сказали, что-то два дня прошло, как-то вот ничего. И звонят из редакции, говорят, а чего вы не выходите на работу? Я говорю, как, меня же уволили. Никто вас не увольнял. За мной даже прислали машину, хотя я сама была за рулем, машина была. Я приехала, и редактор мне, значит, говорит, что... А вы видели это объявление? Я говорю, я не видела, но все машинистки знают, они его печатали. Нет, вы знаете, там, в общем, чтобы я вышла на работу. Ну, я сказала, если вот на этой же доске будет написано, что тот приказ был ошибкой, я вернусь. Мне не хотелось уходить, я вам честно скажу, потому что я всю жизнь там работала, другого места не было. Но это невозможно. Это невозможно, и я ушла. И когда я уже работала в приложении МКЗВЕСТИМ, мне вдруг позвонили из московской правды, секретарь парторганизации, по-моему, или кто-то. Приходите на партсобрание. А я не могу уходить на собрание, у меня голова болит от любых собраний. Я говорю, нет, я не ходила на партсобрание, я не пойду, у вас не работаю. Ну, и, оказывается, на этом партсобрание меня, Аллу Балицкую, еще какого-то парня, я даже его не знала, исключили из партии, за что я не знаю. Партбилет у меня дома есть. Более того, я всегда платила взносы не только с зарплаты, но и с тех заработков. У меня лежит партбилет. Может быть, это был хороший повод перейти в российскую газету? А российскую газету, вы понимаете, нас же сначала не взяли, когда вот пришел Лагунов, который с нами работал в «Московской правде» и ушел оттуда. И когда создалась российская газета, нас никого не взяли. Мы были очень удивлены. И я тогда нагло сказала, теперь его долго не будет. А потом пришла туда Наташа Полежаева, и она стала звонить, давай выходи на работу. Я пришла, это будет смешно, там не будет ни телефона, ни кабинета, будешь делать материалы и приезжать, и все. И я тогда написала какую-то заметку о том, как восстанавливают волосы лысым. У меня не было кабинета. Я сидела там в большой комнате, и тут я прихожу, у меня стоит мешок. Я говорю, это что такое? Они говорят, это письма. Я говорю, какие письма по поводу... Я не представляла, что лысина, и вот волосы могут интересовать. Это был ужас. Вот с этого началось, а потом уже был и кабинет, и все. И кабинет есть до сих пор, к счастью. Можно я вернусь в нашем разговоре к моему первому вопросу? Да. Мне после этого разговора с вами стало понятно, почему вас наградили, и почему вас так любит редакция. Потому что, знаете почему? Потому что у вас болит сердце за дело, которым вы занимаетесь, и за людей, о которых вы пишете. Спасибо, но дело в том, что я этих людей... Мне говорят, вот, вот ты там, Лелик, Андрюша, что это такое? Сереженька. Я правда, я их люблю. Я их люблю, они... Причем, понимаете как, они еще все личности. Спасибо большое, Ирина Григорьевна, за свой разговор. Спасибо вам. Ирина Григорьевна, за субтитры Алексею Дубровскому.